Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Нынче в России производится около 70% жизненно важных лекарственных препаратов. Правительство планирует довести эту долю до 90-95%, чтобы защитить россиян от скачков курса рубля. Импортные препараты в аптеках за последние полгода подорожали от 30 до 50%. Причина – резкая девальвация рубля в прошлом году. У российских держателей пластиковых карт после 1 апреля могут возникнуть проблемы. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с тем, что платеж не пройдет или произойдет двойное списание со счета. Дело в том, что международная платежная система Visa не успевает до 31 марта полностью перевести обработку информации по операциям с пластиковыми картами на территорию России, как того требует наше законодательство. Не полностью готовы к нововведениям и некоторые российские банки. Правда, представители платежных систем и кредитных организаций заявляют, что практически никаких проблем у держателей пластиковых карт не будет. Однако оброшенные эксперты советуют россиянам все-таки иметь на руках небольшой запас наличных денег. А вообще это сомнительный прикол на 1 апреля. Зарубежный летний отдых дешевеет, утверждают туроператоры. Средняя стоимость путевки уменьшилась на 20% по сравнению с прошлым годом. Правда, показатель рассчитан по валюте, а рублевый ценник вырос. Так что в итоге получается, что россияне стали экономить на отдыхе, а отельеры, чувствуя тенденцию, представляют хорошие скидки. И немного статистики. Туры в Черногорию снизились на 40%. Средний чек в Болгарию теперь меньше на 35%. В Грецию и Турцию на 30%. Жаль, пока по цене отдыха в Крыму данных нет. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1580 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, Полиметал, Северсталь и Норильский Никель. Аутсайдеры – группа Пик, Башнефть, ТМК, Фармстандарт и Полюс Золото. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным повышением. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста в конце прошлой недели. Курс доллара на 30 марта – 57,72 рубля. Курс евро – 62,56 рубля. Золото стоит 2223 рубля за грамм. Серебро стоит 31,79 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 55,97 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.